всем приветик моя хорошая снова с вами я вы у меня на канале и сегодня хочу с вами поговорить на ту тему что сейчас действительно очень много показывают как заливают города европы и знаете такая вот тема открываешь youtube канал и можно прочитать разные разные комментарии разные видео разные блогеры выпускают сейчас очень тяжелая ситуация на юге юго-западе польша потом тяжелая ситуация в австрии германии говорят сейчас в баварии заливают ну а у нас здесь юго-запад знаете нормально пока все тихо спокойно нет никаких осадков таких больших были дожди но сейчас все в порядке я вам буду по ходу вылаживать какие у нас в том городе в польше где я жила какие там выпадают осадки я выложу там увидите ну и сегодня хочу с вами поговорить просто вообще что сейчас происходит очень такие знаете вещи как я вам когда-то говорила что мы не знаем где завтра проснемся да в какой стране что будет хочется сказать чтобы сейчас такое тяжелое время чтобы действительно мы старались не обижать друг друга потому что очень тяжело знаете я вспоминаю когда мы только приехали в польшу было очень тяжело и поляки мне часто очень было очень много хороших добрых людей попадалось на попадались иногда такие люди которые оставили свой осадок моем сердце и часто смеялись над нашими украинцами да и давали людям тяжелую работу и у нас на предприятие на крупном где я работала польки в основном говорили это украинка этот украинец они нас не называли даже на именно очень редко когда вот если уже в коллективе там а так только это украинка этот украинец не было такого чтоб с уважением относились было тяжело но вы знаете мне когда я вот это все узнала что сейчас там людям очень много людей погибло мне просто жалко мы порой многие не понимают что происходит да этот год он очень тяжелый там многие прогнозисты говорят там год кармы год там все чего угодно рассказывают знаете каждый проживает свою судьбу каждый проживает и получает по кольца своим заслугам одни в этой жизни другие будущие поэтому прежде чем делать кому-то какое-то зло рис написать какой-то грубый комментарий или просто порадоваться тому что вы там что-то знаете а вот я допустим не знаю подумайте а надо ли вам это вот хотелось вот действительно вот то что сейчас польша это очень страшно я покажу очень во первых многих магазинах сейчас все скупают магазинах мало чего есть очень как бы все разметает потому что действительно там некоторые города вот я знаю клоцка это возле меня там где я жила в албжих тоже пострадал ну не так ну там еще тоже люди не могут даже на работу но и попасть так была ситуация два дня назад сейчас я не могу сказать но знаю что австрия чехия говорят германия бавария в основном там вышла из берегов вода в одессе немножко молдавии там подтопила чуть-чуть ну не сильно но такая история и хочется сказать такое время что надо действительно себя беречь беречь свои уста беречь свои мысли вот хотелось да вот это я вспомнила про поляков и вспоминаю помните когда зерно высыпали украинской поляки когда масло выливали наше постное да на границе был период а то была война и они там делали такую как забастовку не хотели наши пропускать и вот я знаете всегда думаю не плю в колодец до напиться придется поэтому за все свое время придет я же говорю либо в этой жизни либо в будущем это очень страшно не хотелось бы конечно но мне их очень жалко ну там очень много хороших людей но и были люди которые действительно у них такая была ненависть и это просто видела и ночью много увольняли украинцев издевались арендодатели не хотели сдавать жилье вот эти какие-то там были месяца когда им платили за по 40 по моему злотых все не ошибаюсь или каждый день за украинца кто примет да то очень многие спешили быстрее помочь сейчас ситуация тоже очень интересная да и вот казалось бы что будет дальше дальше никто ничего не знает каждый день что-то новое вы видите сейчас такая обстановка тяжелая гибнут люди прежде всего украинцы гибнут но теперь видите она уже всю землю потихонечку все когда я приехала я помню как поляки говорили почему вы не едете в германию почему вы все едете в польшу они сюда были ну многие были недовольны что украинцы едут в польшу на заработки почему-то мы их раздражали но я хочу сказать те украинцы которые ехали на заработки поверьте это одни из лучших украинцев потому что те люди работали никто не грамма не сидел у поляков на шее там невозможно было просто сидеть там если ты где-то не поработаешь ты что-то не съешь то очень все сложно а сейчас ситуация с украинцами честно мне стыдно ребят мне стыдно что то что это происходит именно я это вижу я вижу многих обнаглевших рожь я так скажу по-другому я их не назову них просто тоже жалко в том плане что многие из них не понимают порой смотрят на тебя и думать что с тебя можно взять да вот это самое страшное поэтому у меня всегда есть сравнение с нашими украинцами которые работали в польше так это действительно работяги которые приехали они там зарабатывали многие очень много было западных регионов людей что там не было работы был восемнадцать девятнадцатый год они мне все жаловались как им сложно живется я выехала по другой причине тогда в польшу я им рассказывала что было бы все намного проще если бы не было раскола нашей стране где все время делили правые левые западные восточные вот просто хотела сегодня этим видео сказать что за все приходит расплата мы не знаем что сейчас происходит почему такие наводнения люди гибнут но не хоть не хочется конечно сказать что это какая-то расплата я боюсь этих слов это наверное может быть даже неправильно но разные сейчас идут вещи комментарии люди даже страшно об этом говорить но я просто хочу вам сказать что живите по совести чтобы потом вам не было за что краснеть хотелось вот сегодня просто поговорить так немножко на душе накипела последнее видео ролик был где я рассказывала про войну что до наши да вот вы знаете сейчас такое время наступило когда действительно надо просто выжить вот каждый день мы выживаем может быть кто-то будет смеяться что их выживают на пособие да вот выживаем просто реально мы не знаем что будет завтра вам мои дорогие хочется пожелать мира любви пусть у вас все все будет хорошо берегите себя я с вами была я ваша наталья всем пока пока чоус